Бобров Владимир Иванович один из лучших советских летчиков-истребителей Великой Отечественной войны. По результативности его часто сравнивают с известными советскими асами Покрышкиным, Кожедубом и считают равным этим выдающимся летчикам. Но если имена этих советских асов были известны каждому советскому человеку и в годы войны они трижды были удостоены звания Герой Советского Союза, то имя Боброва им ни о чем не говорит, а высшей правительственной наградой, золотой звездой героя он был удостоен лишь в 1990 году посмертно. Эту, казалось бы, вопиющую несправедливость объясняют неприязнью некоторых высоких авиационных начальников, препятствующих награждению Владимира Ивановича высшей правительственной наградой из личных побуждений. Количество сбитых им в годы Великой Отечественной войны самолетов противника до сих пор является предметом споров. В книге Михаила Быкова «Асы Великой Отечественной войны» сказано, что Владимир Иванович сбил 23 самолета лично и 11 группы. Из наградного листа, подписанного Покрышкиным, мы узнаем, что уже в августе 1944 года летчик Бобров в воздушных боях сбил 24 вражеских самолета лично и 18 группы. В других источниках указывается, что летчик сбил 30 самолетов противника лично и 20 группы. И все это без учета войны в Испании, где Владимир Иванович сбил 4 самолета лично и 13 группы. Если говорить о служебном росте Владимира Ивановича в годы войны, то в нем были то взлеты, то падение. Он то командир эскадрильи, то командир полка. Потом вновь командир эскадрильи и вновь командир полка, а затем вдруг становится инспектором-летчиком по технике пилотирования авиадивизии, после чего выводится в резерв. Затем он вновь командир эскадрильи, а через 4 месяца уже командир полка, в коей должности пробыл до конца войны. За Испанию был награжден орденом Красного Знамени, в годы войны орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны Первой степени, орденами Суворова Третьей степени и орденом Александра Невского медалью за боевые заслуги. После войны список его наград пополнился орденом Красное Знамя и двумя орденами Красной Звезды. В годы войны он командовал, только вдумайтесь, шестью авиаполками, из которых три были гвардейскими. Это говорит о том, что Бобров, как летчик и командир, высоко оценился вышестоящим начальством. А вот золотую звезду героя он в годы войны так и не получил. Часто это объясняется тем, что Бобров, имея сложный характер, резал правду матку глаза, невзирая на чины и должности, за что и впал в немилость злопамятного начальства. Но мне это кажется слишком простым объяснением. Давайте попытаемся разобраться. Родился Владимир Иванович 11 июля 1915 года в Луганске в семье рабочего. В 1930 году окончил 10 классов средней школы, а в 1932 году школу фабрично-заводского ученичества. С декабря 1932 года работал бригадиром-слесарей на паровозоремонтном заводе в Луганске. В августе 1934 года призван в ряды Красной Армии. В 1936 году окончил Ворошилово-Градскую военную школу летчиков. Боевое крещение получил в небе Испании. В воздушных боях, по различным данным, сбил лично 4 самолета противника, в том числе новейший на то время мистер Шмидт 109-й и 13 самолетов уничтожил в группе. В Испании находился с февраля по август 1938 года. Среди советских летчиков-истребителей, участвующих в той войне, по результативности сбитые лично и сбитые в группе, он стоит на четвертом месте. В Испании 24 советских летчика-истребителя стали героями Советского Союза. Кто-то из них после этого сделал стремительный карьерный рост, который, впрочем, для некоторых завершился очень трагично. При этом ряд советских летчиков-истребителей за гораздо более скромные результаты были удостоены звания Героя Советского Союза, а Бобров, один из самых результативных, получил только Орден Красного Знамени. Так что, уже в этой войне Бобров впал в немилость начальства и был обделен наградами? Я бы не стал этого утверждать. Воевавшие в Испании летчики, такие как Степанов Евгений Николаевич, Захаров Георгий Нефедович и еще ряд других, по результативности были близки к Боброву, а по количеству личных побед даже превосходили его, но они также не были представлены к званию Героя. Какой критерий при присвоении высшей правительственной награды был в то время важнейшим, остается загадкой. Летчик-истребитель Виктор Дмитриевич Скляров семь самолетов сбил лично и девять в группе, что сопоставимо с результативностью Боброва. Он погиб в небе Испании 30 декабря 1937 года, но был награжден лишь Орденом Красного Знамени, хотя по всем критериям должна была быть Золотая Звезда Героя. Можно привести еще ряд подобных примеров, так что Владимир Иванович Бобров в этом вопросе не является исключением. Следующий свой боевой опыт Бобров приобрел в Советско-финской войне, начавшейся в ноябре 1939 года и известной как Зимняя война. В ходе этой кампании он завершил 48 боевых вылетов. Великая Отечественная война составила капитана Боброва в Прибалтике в должности командира эскадрильи 238-го истребительного авиаполка, на вооружении которых стояли самолеты И-153. 23 июня 1941 года в одном из боев он получает легкое осколочное ранение и попадает в госпиталь. Что любопытно, в списках 238-го истребительного авиаполка Бобров числится как пропавший без вести в 1941 году. Вероятнее всего, это произошло вследствие того, что после госпиталя, откуда он выбыл 11 июля, летчик был направлен в 237-й истребительный авиаполк. По данным сайта «Память народа», уже с 1 сентября 1941 года, Бобров в звании майора становится командиром этого полка, придя на место, снятого с должности прежнего командира Суворова Ивана Павловича. В должности командира этого полка Владимир Иванович пробыл до 1 января 1942 года. И вот первая неожиданность. Из наградного листа от 29 марта 1942 года, согласно которому Бобров Владимир Иванович был представлен к ордену Ленина, мы узнаем, что в тот момент он находился в должности командира эскадрильи 521-го истребительного полка в звании капитана. Из этого следует, что Владимир Иванович был переведен из 237-го полка в 527-й с понижением в должности. Его еще и понизили в звании. Произошло это в тот момент, когда полк находился в резерве и не вел боевых действий. О причинах можно лишь догадываться, но вряд ли это было неприязненное отношение его начальства, так как с 6 июня 1942 года, то есть всего лишь через 5 месяцев после снятия с должности, он вновь уже майор и является командиром 521-го авиаполка, что его недоброжелатели вряд ли допустили бы. Этим полком он командовал до 17 сентября 1942 года. С 20 октября майор Бобров становится командиром 21-го гвардейского истребительного авиаполка, но командовал он им менее месяца, до 17 ноября. Причины столь короткого срока не называются, но уже 20 ноября 1942 года он вступает в командование 161-м истребительным авиаполком. На этой должности он пробыл до апреля 1943 года. С 4 апреля Владимир Иванович назначается на должность командира 27-го истребительного авиаполка. Полк участвовал в Курской битве, а также Белгородско-Харьковской наступательной операции. 11 августа 1943 года Бобров награждается орденом Красное Знамя, а 14 августа ему присваивается воинское звание подполковник. 9 октября 1943 года за образцовые выполнения боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом Народного комиссариата обороны СССР 27-й истребительный авиаполк был преобразован в 129-й гвардейский истребительный авиационный полк. 29 января 1944 года Владимир Иванович награждается орденом Отечественной войны 1-й степени. Присвоение воинского звания, два ордена в период командования полком, который при нем становится гвардейским, это ли не признание заслуг летчика. Но 22 февраля 1944 года Боброва отстраняют от занимаемой должности и назначают инспектором-летчиком по технике пилотирования 190-й истребительной авиадивизии. В апреле 1944 года его выводят в резерв отдела кадров 5-й воздушной армии, а в мае исключают из партии с формулировкой «За недостойное поведение в быту и нарушение партийной этики». Как могло случиться, что успешный командир, опытный летчик вдруг попадает в опалу? Если посмотреть наградные листы Боброва за период его командования полком, то в них о нем говорится только в превосходной форме. В наградном листе от 13 июля 1943 года сказано «Благодаря исключительной энергии, требовательности и организованности товарища Боброва полк сразу стал передовым в дивизии. В полку за время пребывания в дивизии не было ни одного случая ни боевых потерь. Товарищ Бобров за это время воспитал ряд отличных воздушных бойцов, трое из которых представлены званием Герой Советского Союза. За отличное руководство полком, воспитание в личном составе мужества и отваги, личную храбрость и мужество, достоин награждения орденом Красное Знамя». А в наградном листе от 28 декабря 1943 года имеются строки. «Товарищ Бобров является отличным организатором и руководителем боевой деятельности полка. За отличное руководство полком, воспитание в личном составе мужества и отваги, в результате чего сбиты 74 самолета противника, за лично сбитые 4 Ю-87 и 1 Хенкель-111 достоин правительственной награды ордена Красное Знамя». Тогда Бобров был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Действительно, Красное Знамя по статуту выше ордена Отечественной войны. Но тогда подобные случаи были нередки, и о неприязни высоких начальников вряд ли в этом случае стоит говорить. Так почему же менее чем через месяц после награждения кто-то из высокого начальства вдруг стал испытывать Боброву неприязнь? В воспоминаниях советского периода летчики, знавшие Боброва, отзывались о нем как о хорошем товарище и командире. А вот в наше время в воспоминаниях некоторых ветеранов стали появляться довольно негативные высказывания в его адрес. Как пример, герой Советского Союза Евгений Пахомович Мариинский в своей книге «Я дрался на аэрокобре» вспоминает, как однажды Бобров заявил, что никто из летчиков не получит выше Красной Звезды, пока он не станет героем Советского Союза. Также он открыто обвинил Владимира Ивановича в том, что тот приписывал себе сбитые самолеты. При этом Мариинский отмечал, что накануне боев на Курской дуге Бобров немало сделал для повышения боеспособности полка, и на этом все. Далее автор описывает командира полка, мягко говоря, как непорядочного человека. Так он вспоминает эпизод, когда группа истребителей, которую вел в бой Бобров, отправившись на перехват немецких бомбардировщиков, показали себя не с лучшей стороны, в результате чего немецкие самолеты беспрепятственно отбомбились по переправе. Однако после возвращения истребителей на аэродром Бобров заявил, что он сбил немецкий самолет. Командир первой эскадрильи Павел Чапинога, будущий герой Советского Союза, не сдержался и высказал все, что он думает по поводу Боброва, избитого Хенкеля. Дело дошло до драки. В другом эпизоде Мариинский вспоминает, как в одном из боев Бобров его едва не сбил, записав при этом на свой счет мистер Шмидт. Тогда летчик чудом не погиб. К сожалению, Бобров не смог бы ответить на эти вопросы, так как рано ушел из жизни. А Мариинский не высказал свои претензии при жизни Владимира Ивановича, вероятно потому, что этот материал просто не пропустила бы советская цензура. Другой летчик, Букчин Семен Зиногевич, на один из вопросов Артема Драбкина ответил. Я могу вам поведать историю, как летчик, герой Советского Союза, избил тылового генерала, или кто и когда летал в бой пьяным. Или рассказать о такой легендарной личности, как Бобров. При этом легендарная личность была произнесена со скепсисом. Только зачем вам нужна эта чернуха? Чтобы кто-то, прочтя этот текст, ехидно похихихал. Вот, мол, герои, воевали люди, а не ангелы. Нас сейчас на земле осталось два человека из летного состава полка. Так что вы желаете, чтобы я травил байки о людях, уже покинувших этот мир? Достойная позиция достойного человека. Да, негатив по отношению к Боброву, заслуги которого, судя по его мнению, сильно преувеличены, в его высказывании чувствуются. Но он посчитал себя не в праве говорить плохое о человеке после его смерти. Разгадка неприятностей в истории, произошедшей с Бобровым, частично открывается в воспоминаниях героя Советского Союза Федора Федоровича Архипенко. Он пишет о командире 129-го гвардейского авиаполка подполковнике Бобровье Владимире Ивановиче скажу. Энергичный, колготной, правда, но был он хороший летчик и блестящий боец. Участник боев еще в Испании, а как человек добрый и сердечный. На его счету было 43 личные и 24 групповые воздушные победы. С лихвой хватило бы на дважды героя, но единственная звезда была присвоена ему в 1991 году, через 20 лет после смерти. Накануне перелета в Кировоград что-то не поладил он со своим заместителем майором Овчинниковым, и его сняли. Перевели в другую дивизию нашего авиакорпуса. Очень жалко было нам потерять такого командира, каким был Владимир Бобров в то трудное время. К сожалению, что это был за конфликт, Архипенко не разъясняет, и об этом можно только предполагать. Если принять во внимание, что Боброва уже в начале 1942 года снимали с командования полком, что он, по воспоминаниям Архипенко, был колготным человеком, его драку с Чепиногой на аэродроме, нежелание Бухчина плохо говорить о людях, которых уже нет в живых, и то, что он в начале 50-х годов за нарушение по службе был понижен в звании до майора, можно понять, что Владимир Иванович имел довольно непростой характер. По-другому я бы сказал, что у него были проблемы с дисциплиной. В этом и кроется корень неприязни к нему высшего начальства. Причина конфликта неизвестна, но я смею предположить, что он вряд ли завершился обычным разговором на повышенных тонах. За это с командования полком не снимают и из партии не исключают. Тем более, что Овчинников был подчиненным Боброва. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Боброва, если бы Александр Иванович Покрышкин, став в мае 1944 года командиром авиадивизии, не добился его перевода к себе. 29 мая Владимир Иванович становится командиром эскадрильи в 104-м гвардейском истребительном авиаполку, а в сентябре этот талантливый летчик уже командует этим полком. Можно сказать, что Покрышкин протянул руку помощи одному из лучших советских летчиков-истребителей того периода. Александр Иванович, как никто другой, понимал Боброва, ведь в 1942 году он сам побывал в подобной ситуации. Утверждается, что за годы войны Боброва не раз представляли к званию Героя Советского Союза, но документальное подтверждение найдено пока лишь в наградном листе, подписанном Покрышкиным 12 марта 1945 года. В нем говорится, за 424 успешных боевых вылетов, лично сбитые 24 самолета и в групповых боях 18 самолетов противника 19 августа 1944 года представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. И хотя Бобров имел солидный личный счет сбитых самолетов противника, достаточных как минимум на золотую звезду Героя, августовскому представлению не дали хода. Моральный облик кандидата на звание Героя Советского Союза проверялся очень тщательно и должен был быть кристально чистым. А тут Покрышкин подает наградной лист на человека, которого за полгода до этого сняли с должности командира полка и исключили из партии. Пожалуй, человек, имевший какие-то огрехи в биографии, мог получить золотую звезду Героя лишь посмертно, ибо, как известно, мертвые сраму не имут. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что один из лучших советских летчиков был удостоен звания Героя Советского Союза лишь посмертно в 1990 году. После окончания Великой Отечественной войны Владимир Иванович Бобров продолжал службу в военно-воздушных силах СССР. 26 января 1948 года ему было присвоено воинское звание полковник. В 1952 году окончил курсы усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных дивизий при Военно-воздушной академии. Позднее, за нарушение по службе, он был понижен в звании до майора. Причины этому вновь не называются. 10 февраля 1956 года он снова получил звание подполковник, а 19 февраля 1958 года звание полковника. В этом звании в 1960 году он и вышел в отставку. Проживал в Харькове, окончил юридический институт, работал заместителем директора Харьковского института Гипрокоммунстрой. Владимир Иванович ушел из жизни 28 февраля 1970 года, не дожив и до 55 лет. И в заключении мне хотелось бы поговорить о некоторых мифах, созданных вокруг этого имени. Откуда у них растут ноги и когда они появились, я не знаю, но считаю, что их авторы оказывают подобным образом медвежью услугу одному из лучших советских летчиков времен Великой Отечественной войны. Так утверждается, что свой первый самолет в той войне Владимир Иванович сбил 22 июня 1941 года, а последний 9 мая 1945 года, что выглядит очень символично. По этому вопросу полной ясности нет. По исследованиям Михаила Быкова, первый самолет на счету летчика появился лишь 10 февраля 1942 года, но это ни о чем не говорит. Архивные документы, подтверждающие победы Владимира Ивановича за 1941 год, если они были, могли просто не сохраниться или быть утерянными в годы войны. Настораживает другое. При упоминании этого боя никто не смог правильно назвать самолет, на котором Бобров ввел тот бой. Называет то И-16, то Як-1, между тем, как на вооружении 238 полка стояли только И-153, и другим самолетам взяться было просто неоткуда. При этом утверждается, что был сбит Хенкель-113, то есть самолет, который никогда не стоял на вооружении Люфтваффе. Да, в отчетах союзников и советских летчиков среди сбитых самолетов иногда указывали этот тип истребителя. Но летчиков за подобные ошибки можно простить, шла война, немцы проводили широкую кампанию дезинформации, но сейчас это уже известно и можно было внести какие-то коррективы. А вот утверждение о том, что Владимир Иванович сбил свой последний самолет 9 мая 1945 года в небе над Прагой, вообще не выдерживает никакой критики. Его последняя победа в той войне была одержана 17 апреля 1945 года, что зафиксировано в журнале боевых действий 104-го гвардейского истребительного авиаполка. Это был Фокке-Вульф-190, и ошибки быть не может, учет сбитых вражеских самолетов в тот период был уже налажен основательно. На самом деле в небе Праги немецкий корректировщик Дорнье-217 сбил летчик 16-го гвардейского истребительного авиаполка Голубев Георгий Гордеевич. Об этом рассказывал в своих воспоминаниях Покрышкин. Учтен он и в списках побед Голубева. Есть эта информация и в журнале боевых действий 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Или еще один миф, кочующий из одной публикации в другую с незначительными вариациями. В совершенстве владея аэрокоброй он, то есть Бобров, продемонстрировал свое мастерство в сентябре 1944 года, когда в паре с Павлом Крюковым они буквально растерзали группу Хенкель-111, уничтожив по три грозные машины. В списке воздушных побед Крюкова Павла Ивановича, командира 104-го гвардейского истребительного авиаполка, последний сбитый самолет зафиксирован 22 июля 1944 года. Это был именно Хенкель-111. 22 июля этот же тип самолета зафиксирован в списке побед Боброва. Сбиты были они в одном бою, что подтверждает журнал боевых действий 104-го гвардейского истребительного авиаполка. Именно об этом бое и ведется речь, просто его итоги были слишком преувеличены. После этого боя Бобров в группе с Крюковым вылетал лишь 28 и 31 июля на прикрытие переправы, но воздушных боев эта группа не вела. Больше совместных вылетов этих летчиков в последующий период не зафиксирован. Ни у Крюкова, ни у Боброва в послужных списках нет по три сбитых самолета в одном бою. Так что во время подготовки подобных публикаций на серьезные темы, учитывайте то, что озвучил недавно один наш известный государственный деятель. Ошибаться можно, врать нельзя. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok